И они даже присвятили нашей поп-принцессе песню. Давайте, ребята, покажите. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, я сижу, буду молчать, пока вы все не споете. Хорошая песня, и так классно звучит, и я вообще не ожидала. Я увидела, что вы молодые ребята, думала, ну, сейчас вот это там будет такое. Мы тоже не ожидали. Женя Галич, фронтмен группы Оторвальд. Жень, представь, пожалуйста, остальных ребят, потому что я больше никого не знаю. Да, вот эта вот группа Оторвальд. Игорь, бас-гитара, Денис на гитаре играл сегодня, Саша, Коля. И еще есть у нас барабанщик, но поскольку мы не разместились сегодня здесь. Ну и барабаны, знаете, мне нужно было бы выйти. Да, есть еще Вова, кстати, ему привет огромный. Привет, Вова. Ребят, почему Ани Лорак? И первая мысль, которая напрашивается, ну, у нас у конъюнктурных современных людей, что вы пытаетесь, как молодая группа, вылезти на уже знаменитом раскрученном имени, на бренде Ани Лорак. Давайте расскажем, что это не так. Чтобы развеять вот все сомнения по поводу того, что мы пытаемся вылезти на имени Ани Лорак, это так действительно, мы пытаемся вылезти на имени Ани Лорак. Нет, шучу, конечно же. Просто песня родилась сама по себе, вот так вот, за 10 минут. А кто написал? Я написал песню. Ты любишь, знаете, просто интересно было узнать, кто именно Ани Лорак. Вот, и песня родилась сама по себе, не предполагая, что она там будет хитом, там просто вот родилась и родилась. А тут еще Евровидение, и вот так вот совпало, все, теперь вылазим за счет имени Ани Лорак. А как вы относитесь, ну, и к Ани Лорак понятно, а как вы относитесь к Евровидению, к этому конкурсу? Смотрите вы, и как вам вообще? У нас с Евровидением связан очень такой смешной период в жизни. Мы, когда собирались переезжать в Киев, и мы вообще группа из Полтавы, вот, и проходили отборочный тур на Евровидении 2007, правда? Когда Лорди, 6, когда Лорди выиграли. И нам сказали на отборочном туре, что, ребята, группа никогда не победит на Евровидении. Да, вот именно в этот раз? Да, и побеждает Лорди, а мы уже не поехали, поехали, поехала Тинакароль, и вот так вот относимся к Евровидению, что это очень забавно получилось. Я хочу поздравить Лорди, потому что если бы вы поехали, у них бы просто не было шансов. Конечно, конечно, как детей бы просто, да. Разорвали бы этих монстров. А в этот раз смотрели полуфинал? В этот раз у нас, к сожалению, не получилось посмотреть, потому что у нас сейчас вот идет как раз тур в поддержку первого нашего альбома, и мы приехали уже очень поздно. Смотрели как бы так, в полу в поезде, слушали, звонили, спрашивали. А финал? Финал будем смотреть обязательно, да, будем болеть. За кого будете голосовать? Ну, за Диму Билана. Конечно. Следующая песня «Дима Билан» «Я люблю тебя» нужно будет обязательно написать. Нет, мы не по этой части совершенно. Ну, хотя, с другой стороны, мы еще хотели болеть за Албанию, я не знаю, прошла она в финал или нет. Потому что мы очень любим ICQ и албанский язык, знаете. Вот там красавчик, вот эти все штучки. Супер, если бы Албания победила, было бы тоже замечательно. Как планы насчет Евровидения? Или вы один раз проходили отбор уже, ну, это прошедший этап, либо все-таки будете в эту стену биться? Я сейчас, знаете, переживаю по какому поводу? Евровидение получилось какое-то вот последние годы шоу трансвеститов каких-то, знаешь, заметили? Ну, классно. Вот мы... Ну, не обязательно, нет, не шоу трансвеститов, фрик-шоу. Фрик-шоу, да. Ну, в принципе, да. Вот я вот думаю, смотрю на ребят и думаю, пойдет или не пойдет, знаете. Ну, а вы сделаете что-то со своими лицами и все. А музыка же качественная, звучит и классно. Тогда придется накраситься что-нибудь придумать и поехать обязательно. Ребят, а вот тур в поддержку нового альбома. Много вы объездили городов, я не знаю, или были за границей где-то? Нет, за границей пока еще не были. Планировали летом ехать в Польшу, в ближние зарубежья. Но сейчас в основном Украина. Харьков, Полтава, Днепропетровск, Кременчук. У вас весь альбом на украинском языке? Да, весь альбом на украинском языке. Как воспринимает вас публика и в основном, кто вас слушает, кому вы нравитесь, к какому возрастному, возрастной категории какой? Мне кажется, это, конечно, люди, те, кому за 30, за 50, вот где-то вот это в среднем. Очень нравится, да? Да, тоже очень нравится. Женщины плачут, сынки, сынки выходят на сцену. И меньше, конечно, нет, ну, если серьезно, то мне кажется, возрастная категория все-таки идет там от 13 и выше, знаете? Ну, как правило. А в целом, не знаю, воспринимают хорошо, просто альбом первый. Нужно немножечко себя подать, показать, как... Будем стараться, будем что-нибудь делать. Не страшно? Нет, нет, не страшно. Страшно, когда ничего не делаешь. Когда что-то делаешь, постоянно хочется развиваться, что-то... Спасибо. Спасибо за песню. Спасибо... Я говорю от имени Ани Лорак. Спасибо. Спасибо от Ани Лорак. Спасибо за то, что вы такие позитивные и за то, что хорошо играете и поете.